Меня капают, отхаживают, поднимают на ноги, лечат. Это просто недопустимо, чтобы закрыли отделение. Будет просто не по-человечески, не сострадание, ничего к нам нету, тогда к больным людям. Туберкулезное отделение в Медногорске, кажется, отчитывает свои последние дни. И пациенты явно от этого не в восторге. Теперь, чтобы лечиться стационарно, им придется постоянно перемещаться в соседние Орск, Гай и Новотроицк. На первый квартал, так сказать, закрыты все вопросы по организации питания, элементарно, да? С 1 апреля начинается второй квартал. Будем мы работать или не будем? Если мы будем работать, значит, нам сейчас надо подавать заявки, финансировать и готовиться, так сказать, к работе. Если мы не будем, значит, то есть вопросов массы. Впрочем, медработников в первую очередь заботит здоровье жителей города. Закрытие отделения может грозить серьезными последствиями. На 28 тысяч населения все-таки каждый год по 30 человек, вновь выявленных больных, которые каждый год выявляются. Я думаю, что это очень большая проблема. Если его сейчас это закроет, что это будет 100%, что туберкулез возрастет. Кстати, выход и для медиков, и для пациентов есть всего в 6 километрах от Медогорска. В селе Рысаево уже 7 лет реконструируют противотуберкулезный диспансер. Там и планируют организовать стационар. Правда, и здесь до получения официальной лицензии еще далеко. Поэтому больных принять здесь можно будет еще не скоро. Вся деятельность, лечебная, любая деятельность должна быть лицензирована. Без лицензии они не имеют права работать, не имеют права выплачивать зарплату, не имеют права лечить. Вообще без лицензии ничего не имеют права не делать. В областном министерстве здравоохранения вопрос решается. Окончательной развязки пациенты и врачи ждут с нетерпением. Виталий Сапожников при содействии ТРК Евразия. Наше время.